Всем доброе утро! Дэнни там с Джошиком, где-то там Джошик, играют в крокет, пока мы делаем школьную работу. Она занята рисованием, вы понимаете. Еще одна художница нарисовала эту ламну. Собачка. Ну всем привет. Появлюсь я уже при полном параде, можно появляться на люди. Так что всем привет. Не за кадром, а в кадр. Джошик сейчас спит. Дэнни его загулял во дворе, он там работал, и Джошик удавал гулять, и они играли потом в крокет, и потом они... Дэнни утепляет гараж, дверь гаражную, потому что в его мечтах, что когда-нибудь он это все вычистит, и это будет как экстра комната, где мужская пещера. В Америке называются такие комнаты Man Cave, мужская пещера, куда, в общем, папа может убежать, ну и дети, конечно, могут к нему прибегать. Ну, в общем, чтобы было ему куда спрятаться. Время от времени немного побольше, чем игральный домик. И даст нам экстра места. Но это так, это еще мечты, потому что там еще флама, дофига и больше. Ладненько. Мы сейчас делаем перерыв с тренечкой. Насчет школы я даю ей посмотреть мультик. Я сейчас готовлю обеды тем, кто еще не пообедал. Я уже доела свои овощные суши. Вкуснота. В общем, школьная неделя. Это начало школьной недели, и это начало моей именинной недели. Потому что, что за именинные, когда не празднуешь целую неделю. Показываем гараж. Гаражную дверь, видите, он все, вот это, это так называется. Знаете, такие, что же, старый фон, да? Такой, в общем, везде здесь засунул, и теперь будет у нас теплее. Что там происходит? Мокрый, мокрый весь. Папа там что-то возится со своей коптилкой. Типа смотрит за ребенком. Не заметили, уже день пролетел, я ни фигушечки не записываю. Школу делали. Пока ванчи приготовили. И уже обед пора готовить. Хочу сделать курочку. Французский рецепт. И, если удастся, может сделаю видео на свой кулинарный канал. Постараюсь. У меня не совсем все ингредиенты есть. Ну, типа не тот сыр, который там надо. Ну, сделаем вид, как будто это тот сыр. Ладно. Такая лялечка, я смотрю, просто баловая здесь через окно. Так что приступим. Это моя кулинарная книга. Я ее купила еще в 1997 году. Смотрите, она вся распадается. Вся распадается на части. Когда-то это моя самая первая гаражная распродажа, я туда пошла. И вообще, наша первая реакция с сестрой была. Типа, знаете, как будто интересно. А с другой стороны, ой, что это такое, будем мы туда идти. Как в чьих-то вещах. Знаете, еще наши, наши такая вот это. В чьих-то вещах там лазить, как типа мы бедолаги что ли, бла-бла-бла. Здесь такого нету, такого отношения к этому. А потом видим такие классные машины, подъезжают, такие солидные. Мамочки, женщины, дядечки выходят, смотрят, без всяких-всяких. И мы, говорю, там еще хуже других. Короче, пошли, и я нашла кулинарные книги. Эта кулинарная книга стоила мне 25 центов. И всех разных стран. Там Италия, Германия. У меня только, по-моему, доллар был. Я купила 4 книги. А там еще книжки были. Я пошла домой, давай себе рыться в кошельке. Потому что мы не знали, что мы попадем на гаражную распродажу. Давай вернулась, сколько могла, нашла. Даю им еще на пару книжек. Она видит женщину и говорит, я вижу, как тебе это нравится. И, короче, отдала мне все 10 книжек. Где-то за полтора доллара я купила. Она мне отдала эти все 10 книжек. Главное, готовь. Я еще не все переготовила, но с вашей помощью буду. Я мечтаю, что когда-нибудь я все переготовлю. Но этот рецепт уже проверен. И мы будем делать. В общем, все, ужин приготовила. Я сижу на крылечке, отдыхаю от всех. Денис с Джашиком, с младшими, стренькой тоже, на заднем дворе. Он говорит, починил коптилку. Что-то там с коптилкой было не так. Теперь он на радостях решил еще один сыр прокоптить, кусок сыра. Ладненько. Что я хотела рассказать. Я сегодня специально много не снимала. Потому что хотела ответить сегодня на вопрос. Так как я сегодня покажу вам фотографии Джульетт. Которые мы сделали для ее выпускного. В ее выпускном платье. И заодно решила на эту тему ответить на вопрос. Девочка меня спросила рассказать о традициях выпускного в Америке. Приглашаются ли родители на выпускной. И как все обстоит. Я не знаю, если у нас что-либо... Я из Украины. Я не знаю, если за 23 года что-либо поменялось в традициях. Но насколько я помню, в мое время у нас выпускной проходил уже после сдачи экзаменов. И мы вначале наряженные, в платьюшках красивых. Мальчики в костюмах. Мы получали дипломы вначале. А потом уже там была программа развлекательная. И потом мы кутили. В столовой у нас столы ломились. Благодаря нашим родителям. И деньгам, которые мы сдавали на это все. И танцевали. Ели, танцевали. Еды было много. И была выпивка. Алкогольная. Здесь это совершенно все по-другому. Во-первых, у них две разные церемонии. Первая, вот именно сам выпускной бал. Как у нас вот получение диплома и выпускной бал. Это все происходит в один день. В Америке это два разных события. Здесь нет такого понятия, как выпускной бал. Я просто это называю, потому что это более нам как близко и знакомо. Поэтому я пишу выпускной бал. На самом деле это называется пром. Это школьный бал для старшеклассников. Это не только касается выпускного класса, а также касается дюниор. Это класс до выпускного. Одиннадцатый и двенадцатый класс. В некоторых школах даже позволяют и десятом классу участвовать. В нашей школе позволяют десятиклассникам участвовать только если они приглашены на свидание кем-то из одиннадцатого и двенадцатого класса. Из девятого класса никому не разрешают быть на этом мероприятии. Пром обычно происходит где-то за месяц до конца учебного года. За месяц, за полтора. Где-то так. И для этого мы сдаем деньги небольшие. Хотя не помню. Честно говоря, не помню. Вот видите, в этом году видела возможно и больше, чем я думаю. Ну, скажем, сорок пять долларов. И школа обычно арендует какое-то симпатичное место. Рассказать вам об этих местах я толком не могу, потому что в Америке родители не приглашены на выпускной. На выпускной, в смысле на про. И как все происходит. Во-первых, девочки наряжаются. Это весь красивое платье, ногти, ресницы, маникюр, педикюр, все что надо. Волосы, прически, макияж. Некоторые делают загар искусственный. Все что надо. А потом мальчики арендуют себе таксидом. А потом одним из аксессуаров для девочки является корсаж. Это такой браслетик с живыми цветами. Обычно, если у девочки есть свидание, мальчик, который ее пригласил, то он этот корсаж ей одевает, он ей дарит, покупает и все такое. Если нет свидания, то обычно это делает папа или мама, в зависимости от семейной ситуации. Для мальчика девочка дает ему бутонер такой, тоже розочку. Обычно это, если вы на свидание, значит эти цветы подходят друг к другу. Что у девочки, так и у мальчика. Если вам интересно, у меня есть ссылки на прошлый год, как мои девочки ходили на выпускной. И Джульетта, и Анжелика. И Анжелика была со своим парнем. В общем, я показывала, как они там одевали, и на руку, и на бутонерку. Они наряжаются. И потом уже, знаете, они как-то разделяются на разные команды. Друзья собираются одной компанией. И уже там кто на что гораст. Один год Анжелика, у нее свидания не было. Она была просто с девочками. где-то пять-шесть человек. Они встречались. Обычно мы наряжаемся, выезжаем и делаем фотографии. Все вместе. Красивые фотографии. Обычно иногда даже с профессиональным фотографом. И после этого следует ужин. И обычно идем на ужин. Это чисто из своих же побуждений, не организовано школой. Это вот эта ваша компания, с которой вы собираетесь, сфотографируетесь. Вы с ними идете и оплачиваете свой ужин. Оплачиваете своего фотографа. Оплачиваете свой ужин. А потом уже едете на само мероприятие. На сам бал. Некоторые люди заказывают лимузин. Их развозят в ресторан. На фотографии в ресторан. Потом на сам бал. Из бал. Лимузин. Это уже, если вы хотите на это деньги тратить. В прошлом году Анжелика с Рики. Они были с другой компанией. И они всей компанией заказывали. Профессионального фотографа. Потом ходили в ресторан. А потом у них еще был автобус. Автобус вечерин. Партии автобус. В общем там и музыка. И огни внутри. И танцы. И что хочешь. Пока их туда-сюда возили. Ну а потом они уже приезжают к месту бала. И там уже они на попечении школы. Алкоголь там запрещен. Это но-но. Это по американским законам. Выпускники еще не в том возрасте. Чтобы можно было пить алкоголь. Это незаконно. И еды там совершенно мало. Там какие-нибудь такие ручные вкусняшки. Которые можно руками брать. Там какие-нибудь печенюшки. Чипсики. Какие-нибудь десертики. И пунш. В общем мало что. Обычно там место для того, чтобы сделать фотографии на память. Украшенные специально. И также заказываем музыку диджея. И они танцуют там. Обычно это длится примерно 3-4 часа. После этого вы либо едете домой. Либо опять уже всякие компашки. По своему собственному желанию. Организовывают вечеринки. После вечеринки. После самого бала. И некоторые семьи открывают свой дом. И приглашают одноклассников. И идут продолжать утереть всю ночь. Под присмотром уже одного из родителей. Анжелика у меня один раз просто оставалась на ночевку. У подружки, с которыми она проводила время. Ее первый год. А второй год они уже нигде не оставались. С Рики. Он привез ее домой. Потому что ей на следующее утро надо было на работу. Джулета тоже. Джулета оставалась в подружке. С которой она тоже проводила время. Ну а в этом году вы видите. Ничего у нас не было такого. И это происходит обычно в апреле. Или смотря от штата. В нашем штате это происходит в апреле. Обычно весь апрель. Разные выходные. Разные церемонии. Разные школы делают себе пром. Потом. Другая церемония. Это уже по окончанию школы. Наши экзамены сдаются во время школы. Не так как вот знаете последний звонок. А потом у нас экзамены. Это сдается уже во время школы. И когда уже последний день школы. Он на самом деле последний. Все. Вы свободны. Больше ничего вас не держит. И вот именно в этот последний день. Школы для выпускников. Особенная линейка. Они не приходят ни с кем другим. Это мероприятие чисто для них. И для их семей и гостей. И обычно это большой актовый зал где-нибудь. Некоторые школы. Они такого огромного размера. Что им приходится арендовать. Или не знаю если они арендуют. Или это просто бесплатно им дается. Понятия не имею. Но какие-нибудь большие такие залы концертные. В нашей церкви. Так как наша школа при церкви. У нас огромный зал и так уже есть. И нам арендовать не надо. И уже там происходит церемония. Где девочки не в вечерних платьях. А просто в каких-нибудь платьях. А сверху что у мальчиков. Что у девочек. Вот эти такие халатики традиционные. Вот эти шапочки их не выпускников. И вот там уже признают. Признают всякие награды. Всякие медали. Всякие заслуженные. Что дети заслужили. Ихние оценки. И под самый конец. Мы получаем дипломы. Это все что у меня есть на канале. В прошлом году. Моя старшая дочь тоже. Закончила школу. И мы через это уже все прошли. А год до этого. Рики. Парень моей старшей дочери. Тоже это делала. Я все снимала. Так что кому интересно. Дайте знать. Я вам поставлю ссылочки. Может даже поставлю и без вашей просьбы. Если вспомню. Вот. И после того как вы получили диплом. Все. Вы свободная птица. Вы идете на каникулы. И отдыхаете. Ну а потом уже немного попозже. Анжелике еще давали такой диплом. Плюс фотографии нашего главного пастора. Кто организовал эту школу. Вместе с ней. И такой диплом. Как вы знаете. Такая дощечка. Красивая. Металлическая. Которая можно вешать на стену. В память о окончании ее школы. Как то так. Надеюсь я ответила на ваш вопрос. Ну и заодно я думаю буду закрывать влог. Потому что я уже записывала достаточно много. Поэтому не буду делать слишком длинное видео. Огромное спасибо за просмотр. Ваш поддержку, комментарии, лайки, подписку. И просмотр рекламы. Смотрим рекламу друзья. Это единственный способ, которым блогер может зарабатывать. Ну по крайней мере блогер как я. И эти копеечки капают совсем-совсем немножечко. Подайте бедной многодетной маме. Ну в общем. Это все шутки. Если есть время пожалуйста смотрите рекламу. А я вам желаю спокойной ночи. До новых встреч. И ба-бай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok